Виталий Мельников Виталий Мельников очень симпатичный и милый человек. С ним приятно работать и общаться. И поэтому, когда он мне предложил эту дурацкую роль, я с лёгким согласился. Иногда хочется от серьёзного уйти и просто подурачиться. Вот это и было поводом согласия посниматься. Однажды раздаётся звонок мне домой. Говорят, здравствуйте, вам звонят из Ленфильма. Мы хотим пригласить вас на пробы. Вот вы же знаете, идёт такой сериал Шерлок Холмс. Я говорю, да, 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 вот у нас есть роль Мэри Морстон в «Сокровище Хагры». Я говорю, конечно, с удовольствием. Я поехала на пробы. И были у меня такие пробы небольшие, где я читала кусочек текста. И был оператор Юрий Векслер, который сделал так, режиссёра. Нормально. А потом я только узнала, что было перепроводано очень много актрис на эту роль. И когда Ливанов увидел мои глаза, он сказал, это именно то, что надо. Это именно та девочка, которую мы искали. Я снялась на первом курсе и очень счастлива. Я был, пробовался на другую картину, которая называлась «Колье Шарлотта». Вот. И это Жень Татарский, и всё утвердили. Но на студии всегда бывает такая ситуация, когда ты появляешься на студии, особенно когда ты, там, ещё молодой. То обязательно, ну, все бегают по коридорам и всегда, значит, подмечают, кто появился. Или там есть для этого замечательная штука буфет, в котором, значит, мы и сиживали. И подошла ассистентка и говорит, вы где, вы что, вы? Я говорю, ну, вот такая картина. Вы не смогли бы к нам зайти, значит, в группу? Ну, я спросил, я говорю, что за группа? Вот это Масленников, значит, Шерлок Холмс. Ну, уже сразу тот романтизм того прочитанного, которое когда-то было, вот, это всегда, всегда становится привлекательным. Я люблю такие иногда выдорты, которые тебя, ну, чуть-чуть так раз и меняют. Иногда зрители приедаются, ты как герой, как персонаж и так далее. Вот он такой, такой, такой. Не, ну, в этом же смысл профессии. Мы с Масленниковым поговорили. Он так долго присматривался, потому что, в общем, не знал. Ну, всегда, московские артисты – это одно, а питерские – это совершенно другое. Не, ну, грим надо было делать, действительно, там достаточно сложные были накладки. С лицом ничего не делали, но вот все, что касается, там, головы, волос и все остального. Вот, ну, там, естественно, взгляд какой-то совершенно другой. Определенная речь была найдена. То есть надо было, то, что называется, погрузиться. И впрямую я понимаю, что он не хотел, чтобы играть, так сказать, такую, абсолютно использовать героическую внешность. Вернее, ее можно было использовать, но так как сама картина, вообще весь материал был, ну, абсолютно ироничным. Героя звали, это был король богемии. Вот, значит, у которого там была проблема, его шантажировала, значит, одна женщина, с которой у него когда-то был роман. Пришлось чуть-чуть поплакать, и потом, значит, ну, такая, мы придумали такие какие-то смешные усы, бисмарковские такие, здесь коротенькие, значит, ну, такой идиот, абсолютно идиот, который, который идиот. Василий Борисович Ливанов и Виталий Мефодич Соломин, это были потрясающие партнеры. Ну, представьте себе, я студентка первого курса ГИТИСа, попадаю к таким, на съемочную площадку к таким мастерам, которых, у меня просто я вот, то, что они говорили, то, что они за кадром говорили в кадре, то, как они репетировали, я сидела, открыв рот, слушала, впитывала, впитывала, впитывала. И это было совершенно потрясающее, незабываемое время, когда я приезжала в Ленинград и снималась в этом замечательном фильме. Это, конечно, заслуга Масленька, что он нашел вот именно двух таких вот персонажей и двух таких типажей, что называется, в нашем актерском цехе, Ливанова и Соломина. И они очень хорошо дополняли друг друга и абсолютно разные, это очень тоже важно. И вот этот тандем, конечно, сделал определенную атмосферу для картины, и поэтому она многие лет, лета смотрится с удовольствием больше. Ну, с Виталием я не был знаком, а с Васей был знаком, потому что в 79-м, когда запускался Фелькевич с тремя мушкетерами, я пробовался на Портоса, А Вася пробовался на Портоса, вот, и мы познакомились с ним в Одессе на пробах. Он удивительный, удивительный художник, замечательный артист, вот, и он потом все время кричал на съемках «Мой Портосик». Что сказать про Василия Борисовича? Он очень смешной человек, он все время в гримерной, в перерывах, все время шутил, все время хохмил, все время рассказывал анекдоты. В отличие от Виталия Михайловича, который был очень замкнутый, очень такой сдержанный, он был грустный почему-то. Но, вот он слушал, 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 он мог часа два молчать, но потом как скажет что-нибудь, и вся съемочная группа лежит на полу от смеха, хохочет, и потом эту шутку повторяет целый день. Таких два разных человека, которые участвовали в этом фильме, они абсолютно разные по характеру, по темпераменту. Наверное, поэтому получился такой замечательный фильм с Василием Борисовичем и Соломиным Виталием Михайловичем. Виталий, вы знаете, я понял потом, он тоже был очень ироничный человек, но он немножко был, скажем так, закрыт. Я больше знал, кстати, Машу, жену его, потому что Машка снималась в свое время с Сашей Сабдуловым в картине «Двое в новом доме». Да нет, пожалуй, не было. За исключением, значит, вот этого головной боли с ногой. Потому что нога отекала, надо было ее куда-то там заворачивать, перевязывать, а я человек в этом смысле сепетильный, надо, чтобы вообще было по-настоящему, чтобы зритель ничего не понял. И, конечно, вот тут были проблемы, потому что начинала затекать нога, а потом опять перевязывать. Это целая история. Там уже все готово, дым пошел, солнце ушло, мотор наконец-то завелся и так далее. А тут все затекает, ты не можешь просто двигаться, сводят мышцы. Вот тут были такие небольшие проблемы шероховатости, тем более ночные съемки, когда это все усложняется и требует, конечно, колоссальной отдачи, подготовленности. Слава Богу, я партийный человек. Я могу рассказать забавный случай. Там была сцена, когда Соломин признается в Викмаре Морстон, и там закрепляется все это поцелуем. И очень, Соломин очень боялся этой сцены, потому что, не знаю, он очень любил свою жену, Машу Соломину, которая, в принципе, на меня похожа. Она такого же высокого роста, беленькая, худенькая. И вся группа над ним патрунер. Ну вот, вот сейчас вот мы будем снимать вот эту сцену. Он так как-то снехать, вот как-то вот он очень, то ли стеснялся, то ли вот он не очень любил говорить на эту тему. Ну и вот наступили съемки, значит, мотор, все мы порепетировали. И идет сцена поцелуем. Вот мы целуемся. Причем Наталья Михайлович, он такой вот, он целовался вот так вот. То есть не было каких-то обсасываний губ, вот как сейчас вот любят это вот. Вот мы целуемся, 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 целуемся. Я уже и ручку на плечо положила, мы уже и так вот, и так вот, и так вот стоим, стоим, стоим. Потом уже, ну, а команды стоп нет и нет, нет и нет. Ну, ну, сколько же можно уже, вот. И потом мы уже не выдержали, вот так вот качались, качались и рухнули просто на пол, где была постельная постелка. И потом поднимаем глаза и смотрим, почему нет команды стоп. А вся группа вот так вот лежит, хохочет. То есть камера уже давно перестала работать. Нам специально стоп никто не говорит. А мы стоим, как два и девята, прижавшись вот так вот губами. Было очень смешно. Сергей Федорович, вы знаете, тоже, то же самое, он, он, у него такая есть хитринка в глазах, он тогда, когда, как, когда щурится. В общем, вот это вот все, это настроение присутствовало. Присутствовало, в смысле, ты, ты ощущал эту иронию, в общем, везде. Она во всем присутствовала. То они себе позволяли. Нет, они позволяли, да, они обязательно хохмели. И, в общем, это все присутствовало. И шутили с оператором, с Векслером, с Юрой. И, в общем, ну, как это бывает среди артистов, чтобы обязательно разряжать ситуацию. Потому что там, я не помню, снимали на пленке или нет, потому что там какой-то дуб, вернее, не на пленке, а на кодеке или нет. Потому что какой-то делали дубль на кодеке. Заряжали кассету. И, по-моему, вот, по-моему, это было. И тогда уже никто не шутил. А, значит, а когда на нашей нормальной пленке, то можно было что-то, что-то в конце, значит, обязательно какую-то кусечку делали. Игоря Федоровича Масленникова я очень люблю. И вообще, я его называла не иначе, как Игорь Котик. Бекслер замечательный оператор, к сожалению, покойный. Ну, что я могу сказать, только самое хорошее. И, конечно, я мечтаю сняться еще у Игоря Федоровича Масленникова. В его новых работах. Это замечательные люди, это классики. Дух, он, наверное, конечно, задается режиссером. Задается режиссером, потому что, когда режиссер знает, что он хочет, когда он тебе точную издает задачу. Ведь очень важно, чтобы тебе дали задачу, а твоя задача сыграть это все. Потому что иногда говорят, вы понимаете, вот здесь, вот тут, вот там, вот, и ты не понимаешь, что, что нужно и что от тебя требует. А когда есть точная задача, вот это здоровье. Масленников чудесный мужик, просто очаровательный. И работать с ним одно удовольствие. Он мягкий, с абсолютно отсутствием агрессии, то, что сегодня присуще многим режиссерам. Вот, он находит взаимопонимание с артистом. Хочешь так сделать? Пожалуйста, делай так. Но потом я попрошу тебя сделать это по-своему. Но только все это в мягких тонах и формах. Это одно удовольствие. Знаете, настоящие художники, и причем художники... Я поражался там свету, который Векслер придумал. Это абсолютно, вот он такой, абсолютно отраженный свет, такие на полутонах. В общем, та самая такая полуосвещенная Англия. Я когда вошел первый раз в павильон, я со стороны посмотрел, думаю, господи боже мой, как точно и красиво все придумано. Был момент, когда, например, ногу не обязательно было мне закидывать, то есть ее завязывать и перетягивать сгутом или ремнем. Я тогда спрашивал ее, до сих пор видно, потому что масса сцен же на среднем, на крупном плане. Тогда не надо. А как общий план с ногами, естественно. То есть договаривались сами по-тихому. Хотя там Масли ему говорят, не-не-не, надо, чтобы он был на костыле на этом, иначе другое ощущение. Но я хитрил, потому что знаю, что я это ощущение сам могу сыграть. Зачем мне ее подвязывать, когда ноги не видно. Поэтому мы с ним там между собой договаривались по-тихому. Ну, это классика. Вот как можно относиться к классике? Классика – это вот как песня «Беса Мимуча». Она вечная. И фильм этот вечный. Его будут смотреть все поколения. Да, потому что это классика. И лучшего Шерлока Холмса нет. И лучшего доктора Ватсона нет. Никто не переиграет. Ни Ливанова, ни Соломина. Не переиграл, не переиграет и не будет переигрывать. Это невозможно. Вот это один из самых замечательных факторов того, что эта картина завоевала в Англии, в Лондоне на фестивале телевизионных фильмов. Она оказалась лучшей картиной именно о Шерлоке Холмсе. Вот мы повизгивали и, как говорится, договорили, вот как нужно работать, вот обратите внимание. Просто люди работали и получили. Да, давно это было. Ну, надо сказать, что у англичан хороший вкус. Конечно, если они перешли через себя и наступили на собственные грабли, признав, что очень редко делается, тем более среди киноискусства, и вообще признав первоисточник свой и отдав его, тем более России, это, я считаю, поступок. Второго такого фильма нельзя снять. И кто бы там, американцы, англичане, даже сами англичане признают, что этот фильм... Кстати, «Сокровище Агры» получил приз в Англии на фестивале телевизионного кино. И даже вот в Англии существуют музеи, там фотографии Ливанова и Соломина в музее Шерлока Холмса находятся. Поэтому, ну, что можно сказать про классику? Как можно не любить Баха или Моцарта? Это то же самое. Это классический фильм.